Сказка про то, как партизаны спасали репку и шпиона ловили. Здравствуйте, ребята! В Музее Победы есть замечательные интерактивные экскурсии в гостях у партизан и партизанскими тропами. Из названия вы уже поняли, что эти экскурсии посвящены народным мстителям, так по-другому называли партизан. Враги их очень боялись и лишний раз не решали сунуться в лес, в котором хозяйничали партизаны. Партизаны жили одной, дружной семьей, ведь иногда действительно в лес уходили целыми семьями, вместе с детьми, стариками и даже животными. Вы спросите, какая польза была партизанам от стариков, детей и животных? Давайте лучше сказку послушаем. Бабушка, бабушка, расскажи мне сказку. Спросила внучка. Ладно, так уж и быть, расскажу, сказала бабушка. Называется репка. Ну, бабуль, эту сказку я знаю. А вот и не знаешь. Эта сказка партизанская. Когда я была такая же маленькая, как ты сейчас, шла война. Как-то ночью мы ушли в лес, чтобы стать партизанами. Отряд был небольшой. Дед, бабка, я, жучка, кошка и даже мышка за нами в лес увязалась. А репка? Спросила внучка. Репка в огороде осталась. Нас с победой дожидаться. Ох, и ужас же мы на фашистов наводили. Покоя им не давали. Дед мой, старый вояка, он из своей винтовки немало врагов положил. Бабка у меня тоже была не промах. Такие мины мастерила. Жучка эти мины закладывала на рельсы и пускала под откос фашистские поезда. Кошка с мышкой в разведку ходили. Выясняли, что там у врагов затевается. Сидят обычно фашисты и вслух рассуждают, как на нас партизан напасть. А в это время возле них кошка с мышкой свою игру начинают. Мышка убегает, а кошка ее поймать пытается. Фашистам-то и не вдомек, что возле них партизанские разведчики крутятся. Да все выведывают. Прибегут они в отряд, да и давай по-немецки все рассказывать. А дед с бабкой ничего и понять не могут. Меня окличут. Внученька, переведи. У меня в школе по немецкому языку пятерка была. Так что в отряде я переводчице служила. Бабушка, а бабушка, почему же твоя сказка Репка называется, раз Репка в огороде осталась? Не унималась внучка. А вот как раз сейчас начнется сказка про Репку, успокоила бабушка внучку. В Москву в главный партизанский штаб пришла шифровка. В ней говорилось, что фашисты в наш лес внедрили своего шпиона. В штабе посоветовались и решили отправить нам в помощь опытного разведчика, который бы нашел и обезвредил врага. Звали разведчика Василий Репка. Репка – фамилия такая. И вот Василий Репка пробрался в наш лес. Место с ему кругом незнакомое. Стоит и думает, в какую сторону идти, чтобы отряд найти и о шпионе предупредить. И вдруг услышал сверху. Репка обернулся на громкий звук. И, не заметив болота, наступил в него и увяз. «Вот ведь ворона испугался!» – с горечью подумал разведчик. А тем временем Кошка и Мышка, находясь в разведке, узнали про шпиона и на перегонки побежали в отряд, чтобы быстрее эту новость мне сообщить, а я бы перевела их слова бабке и деду. Василий Репка изо всех сил пытался вылезти из болота. Как вдруг видит, бежит мимо Мышка, что-то пищит по-немецки. «Ага, шпионка!» – подумал Репка. Мышка побоялась забыть ценную информацию, поэтому повторяла ее по пути. Но тут она увидела застрявшего в болоте человека и решила, что это и есть вражеский шпион. И давай его из болота тянуть, чтобы дед потом того допросил с пристрастием. «Ага, ага!» – донеслось сверху. Там по-прежнему сидела ворона. Мышка тянет, потянет, вытянуть не может. Видит Репка, бежит мимо Кошка и что-то по-немецки мяукает. «Еще одна шпионка!» – подумал Репка. Кошка тоже боялась забыть ценную информацию, поэтому всю дорогу повторяла ее. Тут она увидела, как Мышка тянет из болота человека. «Шпиона поймала!» – решила Кошка и бросилась на помощь к Мышке. Продолжала каркать ворона. Кошка за мышку, мышка за Репку, тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала Кошка собаку-жучку. Пришла Жучка. «По-немецки не лает», – отметил про себя Репка. «Но шпионкам помогает. Значит, тоже с ними заодно». Не унималась на дереве ворона. Жучка за кошку, кошка за мышку, мышка за Репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала Жучка внучку, то есть меня. Прихожу и вижу, в болоте человек вязнет, а Мышка с кошкой стали уверять меня в том, что шпиона поймали. Говорят, надо его из болота вытащить и на допрос к деду повезти. Я у них спрашиваю, а с чего вы взяли то, что он шпион? Тут кошка с мышкой и давай мне. Вражеские тайны на немецком языке пересказывают, что, мол, в лесу шпион завелся. Только все рассказали, как слышу сверху. А ворона тем временем сидит на ветке и наблюдает. Внучка за Жучку, Жучка за кошку, кошка за мышку, мышка за Репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала я бабку. Бабка у меня очень сильная была. Она не только мины мастерила, но и стряпала хорошо. Поваром в отряде была и могла одной рукой выжать из яблока два стакана сока. Шпион окаянный! Воскликнула бабка и бросилась к остальным партизанам на помощь. Продолжала доноситься с дерева. Бабка за внучку, внучка за Жучку, Жучка за кошку, кошка за мышку, мышка за Репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка деда. Прибежал дед с винтовкой, чтобы шпиона арестовать. Увидела ворона деда и завела свою песню. Дедка за бабку, бабка за внучку, внучка за Жучку, Жучка за кошку, кошка за мышку, мышка за Репку. Тянут, потянут, тянут, потянут. Тут болото не выдержало такой партизанской настойчивости и выпустило Репку. Бабка Репке руки за спиной связала. Дед на него винтовку наставил и говорит, топай, шпион, проклятый в нашу землянку на допрос. А Репка стоит, да наверх поглядывает. Тихо вам, говорит, а то настоящего шпиона спугнете. Какого еще шпиона, удивились партизаны. Ты и есть тот самый шпион, которого фашисты в лес отправили. То, что Репка попал к партизанам, разведчик понял сразу же, как пришла внучка и мышка с кошкой стали ей про шпиона рассказывать. Немецкий язык Репка в разведшколе изучал. А вот ворона ему сразу подозрительно показалась. Это по ее милости он в болото угодил. Ворона сидела на ветке с гордым видом. Некоторое время назад от фашистского командования ворона получила задание внедриться в партизанский лес и подсчитать, сколько в отряде бойцов. А то никак они, фашисты, не могут с партизанами справиться. Задание выполнено, и надо было возвращаться. Но ворона была любопытной. Очень уж ей хотелось посмотреть, как партизаны, приняв своего разведчика за шпиона, с ним расправиться. Поэтому она сидела на ветке и не улетала. Пока партизаны отчаянно тащили его из болота, Василий Репка понял, что ворона не просто так каркает. Она ведет счет. Она считает партизан в отряде. О своих наблюдениях Репка рассказал деду, бабки, внучки, жучки, кошки и мышки, пока те под конвоем вели его к землянке. За ними следовала ворона. Уж больно ее интересовал финал этой истории. Партизаны завели Репку в землянку, и туда же залетела довольная ворона. Бабка встала возле двери, внучка возле маленького оконца. Жучка, кошка и мышка окружили ворону с трех сторон, а прямо перед ней появился дед с винтовкой. Крылья вверх, шпионка! Вот так замысел врага был раскрыт, а шпион пойман, обезврежен. А дальше что было? Спросила внучка у бабушки. А дальше, продолжала свой рассказ бабушка, Василий Репка завербовал ворону. Это как? Не поняла внучка. Предложил вороне работать на нас, на партизан. Ворона и согласилась. Полетела она обратно к фашистам и так долго каркала, что они подумали, что в лесу тысячи партизан, если не миллион. Испугались фрицы и поскорее убрались из нашей деревни. А мы вернулись домой. Дома в огороде нас встретила Репка. Ух, и выросла же она! Пытались враги ее вытянуть и с собой увезти. Да куда уж им! Василий Репка познакомился со своей тезкой. Обнял ее и начал тянуть. Тянет-потянет, а вытянуть не может. Тут мы все к нему на помощь и пришли. Репка за Репку, детка за Репку, бабка за детку, внучка за бабку, жучка за внучку, кошка за жучку, мышка за кошку. И вытянули Репку. А в вороне? Спросила внучка. В вороне тоже работа нашлась. Она огород охраняла. Дед пугало смастерил. Вот она на нем и сидела. Отпугивала ворона от грядок непрошенных гостей, чтобы никто не смел на наш урожай позариться. Потому что усвоила ворона на всю жизнь, что нельзя войну развязывать и чужую землю захватывать, а уж тем более нашу землю. Мы же можем не только за себя постоять, но и друзей с беды выручить и совместными усилиями врагов победить. Вот тут и сказочке конец. Тот, кто слушал, молодец! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова